Приветствую всех, братья и сёстры! Сегодня моё слово будет в какой-то степени продолжением предыдущей проповеди, которая была в воскресенье 14-го числа. Я прочитаю то же самое место. Первое послание к Песланнике ицам, 4-я глава, с 3-го стиха. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». И 7-й стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Освящение наше, практически наше освящение. Когда-то Христос оказался в такой ситуации, что Он так вопрос поставил. «Что, говорит, проще для вас? Что для вас проще? Сказать человеку, прощаются тебе грехи твои? Или сказать Ему, встань и ходи, вот что легче, или что тяжелее? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, сказал, встань и ходи. Что-то похожее, что-то похожее вот в отношении того, что мы говорим, святость, Божья святость и наше практическое освящение. И что-то похожее. Для того, чтобы доказать, что мы народ святой, что мы народ избранный, что мы народ Божий, что среди нас Бог пребывает, Он нас освящает, должна быть вот эта сторона жизни, которая называется практическим освящением. И вот почему-то апостол Павел это практическое освящение начинает здесь с такого вопроса, чтобы вы воздерживались от блуда, и чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти походения, как и язычники, не знающие Бога. Ну, вопрос сразу. О чём тут идёт речь? О каком сосуде идёт речь? Ну, я за свою жизнь познаком... Ну, вот так, знакомы мне три, по крайней мере, толкования. Я их сейчас озвучу, и потом как-то мы, может быть, поговорим подробнее. Прежде всего, сосуд – это наше тело. Это наше тело, которое дал нам Господь. Он называется сосудом уже потому, что в нём душа. Так написано. Мы сокровища носим в линейных сосудах, значит, познание о Боге. Дух Святой у нас живёт. Вот сосуд наполненный. Интересно ещё другое, более вот в данном контексте, потому что здесь всё связано с блудными делами, и почему именно так, мы тоже поговорим. Вам, может быть, покажется это странным, но есть такое толкование – это гениталии человека. Да. Святости и чистить их надо содержать, а не в страсти похотения. И ещё есть одно толкование – это жёны. Это жёны, у всех, у которых есть жёны, значит, сосуд, так, такое ещё есть толкование, понятие. Ну и что такое святость вообще? Мы говорили уже, я напомню, просто три таких как бы уровня или понимания, что есть святость. Прежде всего, вот святость Бога. Что такое святость Бога? Ну и наше тоже. Это прежде всего отсутствие греха у Бога, это отсутствие греха и зла. В Его природе, в Его делах, в Его существе нет греха. Далее, это отделённость, это быть другим, не таким. Это инаковость, это отделённость, это посвящённость в нашем случае для человека. И самое, как бы, такое сокровенное, и самое глубокое, и самое высшее понятие – это именно природа, это именно внутренняя святость, это именно совокупность совершенств, которые не имеют никакого изъяна, и это есть в Боге, потому что Бог был свят ещё тогда, когда Его не с кем было сравнивать, Бог был и тогда, когда ещё греха не было, а Он был святым и тогда, и сейчас, и навеки. Так вот, для нас проще всего и легче всего, и поэтому Слово Божие нам сразу об этом и говорит, говоря об освящении, это говорить о грехе и о нашей борьбе с грехом, с греховностью. А почему именно здесь Слово Божие начинает, как бы, вот эта вот греховность с блудных дел? А вы помните, как Христос когда-то говорил? Род сей какой? Прелюбодейный и грешный. Ну, почему он разделит два понятия? А это потому, что вот это прелюбодейные дела, они как бы главенствуют над всеми остальными. Самое популярное. И если их победить, а их надо побеждать, и внутри, и извне, и вот сосуд соблюдать именно, то тогда мы достигаем именно характера христианской святости. Ну, надо сказать, что на тот момент, когда Павел писал это послание, писал никийцам, он писал это язычникам, обращенным к христианству. Это не были евреи, это были язычники. Язычники того, что мы называем античным миром. Античный мир – это греческая культура и римское право и государственность. И вот в античном мире, которым проповедовал Павел, были люди, выделяющиеся добродетелями, такими, как, например, храбрость. Были храбрые воины, полководцы. Были другие добродетели. Разные добродетели были. За исключением одной добродетели, которого в языческом мире не было вообще. Это целомудрие. В языческом мире понятие о целомудрии напрочь отсутствовало. Не было такого понятия. Там блудные дела были везде. Начиная с их божеств, которые сплошь там блудили. И это проецировалось. Кто на кого проецировал? Люди на своих божеств, божествах их на людей. И вот только немножко, если взять народ израильский, то Бог еще народ израильский долгим путем учил. Учил правила целомудрия и чистоты отношений между двумя полами. Такая иллюстрация. Такая краткая иллюстрация, которая сейчас может быть актуальна по сегодняшним действиям, в частности, на Украине. Вы знаете, всегда были войны. И во время войны всегда было насилие. Всегда. И только израильскому народу было это запрещено. Никогда израильские воины не чинили именно насилие. Именно насилие полового. По половому смыслу. Это было им запрещено. Там было целое серьезное предписание. Вот если ты там увидишь, какую-то там она тебе понравится из пленных, ты там должен соблюдать, еще подумать, что связываться ли с ней или не связываться вообще. То есть вот это в народе израильском. Ну, это народ израильский. У них много кое-чего было, чтобы Бог ограждал их. А языческий мир абсолютно этого ничего не было. И вот только Христос внес это. И вот Павел говорит им, вы христиане, вы новые люди, и вот теперь вы знаете Бога. И вы должны содержать свой сосуд в святости и чести, а не в страстях и похоти, как это делают язычники, не знающие Бога. Вы тоже язычники, но вы теперь Бога знаете, а те язычники Бога не знают. Вот мы с вами язычники, которые знаем Бога. Значит, это относится к нам. Я сейчас прочитаю одну цитату, которая очень хорошо на мой взгляд объясняет, почему именно на вот эти блудные дела и на них обращается такое ключевое внимание. Смотрите, владеть своим сосудом в святости и чести значит держать под контролем свое тело и подчинять его, хранить его в чистоте и целомудрие. Свои глаза от блудных взоров, свой язык от блудных слов, прочие члены тела от блудных поступков и использовать его с честью, а не в блуде, прелюбодеянии и садамии. Ибо блудом человек грешит против собственного тела. А от прелюбодеяния он получает рану и бесчестие и поношение, которые не стираются, а под садамией и под подобными неестественными похотями люди бесчистят свои тела. Ну вот, здесь смотрите, какой контраст. Значит, для наших тел есть как бы альтернатива. Вот вам альтернатива святость и честь с одной стороны, с другой стороны страсть и похоть. А теперь я немножко приведу как бы такую библейскую перспективу. Очень популярное толкование есть на три главы посланий римлян. Шестая, седьмая и восьмая глава посланий римлян. Обычно их толкуют в последовательности. Ну вот христианин, он как бы сначала он младенец такой духовный и он где-то в шестой главе. Он принял крещение, он познал Христа. Потом седьмая глава, там говорится, что у человека такое острое сознание своей собственной греховности. Наступает какая-то полоса такая, когда христианина ну вот как-то омрач омрачается этим сознанием борьбой с плотью, а потом наступает седьмая глава, он взлетает вверх и живет по духу. Где-то так. На самом деле эти три главы идут параллельно. Они параллельны. В одно и то же время у нас идет то положение, которое мы занимаем во Христе, внутренняя наша борьба с грехом и осознание грехомности и жизнь по духу. Это все идет перемешка и идет борьба. Идет движение вперед и освящение это есть наша обязанность. Бог со своей стороны дал великие и драгоценные обетования и те великие силы Божьи и Дух Святой и и кровь Иисуса Христа и плоть Иисуса Христа и Сам Христос и освящение наше и в церковь нас привел и молитва есть освящение наше и Слово Божие есть освящение наше а что же нам теперь делать? А вот нам теперь вот это и делать чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд. ну вот наше тело оно такое хрупкое в общем-то и такое временное так быстро года пролетает наступает период где-то вот может быть моего возраста и up and up когда мы чувствуем что сосуд начинает немножко разваливаться там что-то надо надо все его чем-то надо ремонтировать и как важно вот это время которое нам дано время жизни как важно чтобы этот сосуд вот это тело как важно чтобы оно было использовано по назначению я еще раз цитату позволю одну которая тоже очень хорошо объясняет что значит сосуд наш и как к нему относиться смотрите праздность прежде всего то есть противоположность святости и чести это праздность праздность означает рассеяние разделение изломанность наших мнений понятий невозможность видеть вещи как они есть в их целом и противоположность этой праздности есть целостность и обычно считается ламудрия добродетелю противоположной сексуальному развращению это происходит потому что изломанность исковерканность наше существование нигде так себя не выражает как в сексуальном разврате в отчуждении жизни тела от жизни духа это правильно я не буду сейчас углубляться в эту цитату но здесь сказано правильно и здесь сказано так другими словами так передам пустишь себя на самотек праздник на самотек как идет так и идет будут одолевать похоть плоти похоть и чей страсть они возникают внутри они приходят из этого мира и обратите внимание почему сатана и этот мир стараются опоганить осквернить человека наших детей с самого разного возраста именно чем именно блудными делами именно блудными идеями и блудной практикой почему потому что это разращает и разлагает человек в этом всю жизнь и мы живем в этом мире и к нему привыкли к сожалению привыкаем и в церкви ну я сейчас позволю себе некоторый момент вот такой вопрос как наше одеяние ну я сейчас буду говорить не к сестрам а братьям братья вы поняли мысль которую я здесь сказал что одно из толкований что сосуды это наши жены это наши жены и их гардероб это наша ответственность это ответственность братьям это не их ответственность если им дать гардероб они там такого накупят что страсти вот это как раз и будет страсти так вот и у меня вопрос братья а вот вы идете значит и с вами жена рядом идет и дочери тоже это тоже под вашим контролем под нашим так скажем я же тоже отношусь к этой категории значит под нашим контролем ну вот идет ваша дочь в легенцах идет она на молитвенное собрание и у меня к вам вопрос это можете сказать святые легенцы в святых легенцах она идет на молитвенное собрание как-то язык не поворачивается не поворачивается язык а вы там еще посмотрите еще какие там святые святые одеяния братья это ваше это наша ответственность и поэтому здесь Павел говорит братья это вы должны соблюдать свои тела все их органы и своих жен и своих дочерей знаете что самое трудное как раз одеть свои жен и свои дочери а очень легко одевать других и обличать других обычно так многие и делают и ой да почему же да что же это так да как же докатились да куда же они смотрят ты куда смотришь и я куда смотрю у нас есть одно один сосуд на которого нам дано смотреть это моя жена твоя жена вот и смотри на свой сосуд что он должен быть в святости и в чести и не вызывать ни у кого страсть и похоть вот так вот вот оно практическое священие конечно я могу говорить очень много и правильно я могу говорить о Боге я должен говорить о Боге и о святости но вы посмотрите на мою жену и на мою дочку и скажут ну все понятно все понятно а теперь я хочу немножко сменить перспективу я хочу вместе с вами прочитать такое слово Божие которое в русском синодальном переводе нам но вообще ни о чем не говорит и вообще непонятно о чем оно говорит Псалом 28 второй стих давайте откроем если можно высветить на экране то пожалуйста на английском языке это место Псалом 28 стих второй там написано так воздайте Господу славу имени Его поклонитесь Господу в благолепном святилище Его что это такое что это за понятие такое за благолепное святилище а вот теперь я прочитаю в современном переводе воздайте славу имени Господа поклонитесь Господу красоте Его святости а вот по-английски give unto the Lord the glory due unto His name worship the Lord in the beauty of holiness beauty of holiness у меня вот такой вопрос что красивее одежда святая или одежда блудная ну чисто эстетически чисто эстетически всяком я так скажу с мужской точки зрения для мужского глаза всякий скажет всякий нормальный так скажем мужчина не маньяк скажет как красиво какое платье красивое а какое женство как красиво почему оно оно поличное а ну посмотрит скажет ну понятно ну что что-то что-то хочется она что-то хочется добивается и тут разрезано и там вырезы там вот так и там обтянуто ну оно вызывает страсть и похоти а это вызывает восхищение это красиво это красиво и смотри она смотрится и смотри ее же Господь как создал одевайте свою жену вот так вот одевайте своих дочерей чтобы они красиво в красоте святости красоте святости на самом деле святость Божья это другими словами его слава его красота то что самое лучше и в ветхом завете самое святое место это было скини оно было и самое красивое и одежда была самая красивая знаете у кого у первосвященника самая красивая одежда и орнаменты и расцветка и фасон и все там было чтобы подчукнуть вот она вот она святость это прекрасно святость это совершенство святость это несравнимо ни с чем другим языческий мир не сразу ну я беру пример античный мир языческий мир отничий он античий он не сразу пришел ну таким уже откровенным видом блуда я изучал как-то историю и помню вот Греция греческая культура и у них же вот эта богиня там Афродита она же давно тысяча лет существовала и вот как ее изображали поначалу ее изображали такой матроны значит прилично одеты в таком чек чеки платье ну вот прямо прилично чуть ли не христианка а потом через какие-то там 200 лет снимают с нее значит а уже во времена когда Павел проповедовал вы знаете Артемида вы знаете то же самое Венера Венера это вариант римский Артемид вот такой же вариант она уже полностью обнаженная это мир который к тому идет мы живем в этом мире который сейчас который возвращается к язычеству во всем и вот в этом и в одеяниях и в отношениях а вот мы христиане что должны делать в это время содержать свой сосуд в святости и честь а почему да потому что это превосходно потому потому что это красиво потому что это свято потому что Бог угодно потому что это созидает нас поднимает делает нас просто людьми прежде всего а особенно людьми божьими христианами вот братья и сестры на этом я бы хотел признавать нас к молитве и еще раз прочитать вот эти слова воздайте славу имени Господа поклонитесь Господу в красоте его святости чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести ибо призвал нас Бог не к нечезоте но к святости аминь помолимся Господа